Если вы думаете, что вжиг способен почувствовать запах за километр, вы его недооцениваете. Собачье обоняние превосходит человеческое в несколько тысяч раз. Например, если в цистерну с водой добавить немного сахара, всего ложку, пес это непременно почувствует. А обнюхать человека для него все равно, что посмотреть его страницу в соцсетях. Что ел, где был, куда направился, запах подскажет все. Кто здесь незаменимый помощник спасателя? Добродушный бордер-колли Вжиг, вопреки расхожему мнению, что собаки-пастухи – не лучшие щейки, с трехмесячного возраста успешно трудится в кинологической службе. Иди сюда. Фус. Ее просто он пойдет кого-нибудь искать. Недавно Вжиг на пару со своим кинологом Дарьей Крыловой помог отыскать пропавшего в лесу человека. Пес нашел юношу, когда тот уже был без сознания. Служебный долг пушистый спасатель исполнил в свой день рождения. Мы заходили из-под ветра, прошли, наверное, метров 500, и собака уже ушла и стала обозначать. В общем, все было достаточно критично. Мы уже выносили человека к реанимации. Дважды в неделю объединение добровольных спасателей «Экстремум» устраивает своим четвероногим коллегам тренировку. Территория заброшенной воинской части в Ленобласти идеально подходит для отработки поиска людей под завалами. Наша задача – показать ей, что это классно. Естественно, использую статистов, которые изображают потерявшихся. Их задача – общаться с собаками, парнить собаку, когда она находит, устраивать ей такой веселый праздник. Устроим праздник уже знакомому нам в ЖИКу. Имитация техногенной катастрофы. Повсюду шум, гам и неразбериха. Так спасатели готовят собаку к реальным условиям. Собака не работает в чистой зоне. Работает техника. Собака должна уметь работать в любых условиях. Вот я грязный, холодный, голодный. Жду спасения. Вот эта собака, конечно, очень благодарная на похвалу. И он чаще ждет какой-то моей радости, моей эмоции, нежели чем просто какого-то контейнера с едой. Мы учим хлайт на человека, который находится в сигнальной позе. Мы добиваемся того, чтобы опытные собаки лаяли не менее 100 раз подряд. Сейчас задача у статистов – дать команду отмены после 20-30 галлов. Какая крутая собака! Эту крутую собаку зовут Кукла. Вместе с хозяйкой Лидией Троицкой пять дней помогала искать пропавших после землетрясений в Турции. У нас выехало больше 30 человек, 4 собаки. Мы работали в городе Адыяман. Это один из наиболее разрушенных городов оказался. К сожалению, там на весь город было не так много найдено людей живых. Мы находили тела. Эти собаки, когда они много дней работают безрезультатно, они, конечно, расстраиваются. Иногда кинологи прячут статистов – условно пострадавших людей, дабы подбодрить своих четвероногих друзей. Собачье выгорание может наступить и после затяжных безуспешных поисков, когда и вовсе нет никаких результатов. Пустое здание, там нет никакого статиста. Это как раз упражнение для того, чтобы собака не расстраивалась, если она в процессе поиска никого не находит. Все? Ты считаешь, что все? Из группы петербургских добровольцев, что искали людей в Турции, повезло кинологу Надежде Григорьевой и ее ретриверу Кассандре. Несколько раз собака обозначала одно и то же место. Спасатели разобрали завалы через сутки и обнаружили живого человека. Собаки включаются в работу, когда след уже простыл, ищут людей, которые плохо себя чувствуют, спят или находятся без сознания. Тех, кто могут откликаться, быстрее найдет поисковая группа. Поэтому на случай, если вы собрались в лес на прогулку… Мы настоятельно рекомендуем сообщить близким, куда ты собрался идти, когда ты собираешься оттуда вернуться. Ну, грубо говоря, контрольное время, когда ты не вернулся и начинаешь беспокоиться. А еще возьмите с собой заряженный телефон, пауэрбанк и запас воды. Это поможет спасти вам жизнь. Да, вжик!